Здравствуйте, уважаемые студенты! Я старший преподаватель кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения. Сегодняшняя наша лекция – это наука общественного здоровья и управление здравоохранением и его основные задачи. Общественное здоровье – основные понятия, факторы, определяющие общественное здоровье. Сегодня мы должны рассмотреть следующие вопросы. Значение предмета общественного здоровья и организации здравоохранения среди медицинских, гигиенических и общественных наук. Определение предмета общественного здоровья и организации здравоохранения и ее практическое значение. Задачи и методы предмета общественного здоровья и организации здравоохранения. Возникновение и развитие предмета в республике и за рубежом. Понятие о факторах риска, здоровья и образа жизни Социально-экономические категории, определяющие образ жизни Понятие о взаимосвязанности, здоровье и образе жизни Понятие о факторах риска, здоровье Предмет социальной гигиены и организации здравоохранения считается одной из самых сложных медицинских дисциплин Имеет большое значение формирование организаторов здравоохранения, занимающихся охраной здоровья населения Для глубокого усвоения данного предмета необходимо иметь глубокие знания по общественным, медико-биологическим и клиническим дисциплинам Социальная гигиена и организация здравоохранения изучают влияние социальных условий и факторов внешних среды на здоровье населения Исходя из условий определенных исторических периодов Социальная гигиена и организация здравоохранения, как научная дисциплина, указывают не только пути охраны и укрепления здоровья населения Но и непосредственно участвовать с помощью государства в организации практической деятельности организации и учреждений здравоохранения Социальная гигиена и организация здравоохранения являются предметом асоциальных вопросов здоровья населения, здравоохранения и медицины. К основным задачам предмета относятся разработка методов изучения здоровья населения, изучение здоровья населения и социальных условий, воздействующих на нее, теоретическое обоснование политики Республики Узбекистан в области здравоохранения, разработка принципов здравоохранения и их практическое внедрение, разработка и совершенствование новых организационных форм и методов организации, медицинской помощи населения и системы управления здравоохранением, подготовка и воспитание медицинских кадров в соответствии с современным требованиям. В основной структуре предмета социальной гигиены и организации здравоохранения мы можем выделить следующее. Историческое изучение здравоохранения, теоретические основы и проблемы медицины и здравоохранения, изучение здоровья населения и совершенствование ее методов, медицинская статистика, условия жизни, образы жизни населения, воздействие факторов внешней среды на здоровье населения, Проблемы медико-социальной помощи, социальное обеспечение и страхование здоровья, разработка новых форм и методов организации медицинской помощи населению, планирование и финансирование здравоохранения, экономика здравоохранения, руководство и управление системой здравоохранения. К методам предмета относятся статистический метод, исторический метод, метод экспортной оценки, метод экономического исследования, экспериментальный метод, социологические методы. Здоровье населения изучается по данным трех основных источников – государственные учетные документы, проведение специальных дополнительных исследований, метод аномистический, анкетные вопросы. Основные периоды развития здравоохранения в мире В период до нашей эры, в третьем столетии, развитие культуры в Древней Египте и Греции, уже в эти времена создавались канализации, смывающиеся туалеты. В V-IV веках в Древней Греции уделялось большое внимание личной гигиене, спорту, правильному питанию. Появились городские врачи. По Гиппократу, фраза Гиппократа – это факторы здоровья, первая теория про болезнь. Если взять нашу эру, то с VII по XII века здесь великие достижения великих наших ученых Востока, как Академия Маймуна, которая была организована в Хорезме. Основателем этой академии был Абу-Райхон Беруни, и здесь и были такие видные ученые, как Ибн Сина, Абу-Баки Арази. В 1779 году полиция санитарная появилась в Германии. В 1080-е годы – прививание в войсках и на флоте в Великобритании. В 1801 – перепись населения. В 1864 году появился закон о земстве в России, забота о здоровье населения. В 1869 году появился периодический закон о химических элементах Менделеева. В 1918 году – образование государственной системы здравоохранения в бывшем СССР. В 1935 году – социальное страхование в США. В 1946 – образование ВОЗ. В 1948 год – образование национальной системы здравоохранения в Великобритании. В 1977 году – принятие программы ВОЗ «Все здоровы» к 2000 году. В 1978 год – прошла конференция о первичной медико-санитарной помощи в Альмати и принятие Алматинской декларации. В 1981 году – выявлен первый случай СПИДа. В 1990 году – прошла международная конференция о защите детей. В 1998 году – принятие программы ВОЗ «Все здоровы» в 21 век. Данный предмет является одним из молодых среди медицинских дисциплин. Он возник в конце XIX и в начале XX веков. Развитие данного предмета условно можно разделить на несколько этапов. С 1922 по 1929 года – характеризуется образованием первых кадров и разработкой их теоретических основ. В 1922 году в Москве при медицинском факультете 1-го государственного университета открылась первая кафедра социальной гигиены и заведовала ей Симашков. В 1923 году при медицинском факультете 2-го государственного университета открылась другая кафедра социальной гигиены и заведовала ей Солобоев. Солобоев. Кафедры социальной гигиены образовали в Санкт-Петербурге, Киеве, Воронеже, Казани, Харкове, Саратове, в том числе и в городе Ташкенте при медицинском факультете Среднеазиатского государственного университета. В 1930-х годах в центре внимания социал-гигиенистов вопросы стали организации лечебно-профилактических учреждений, организации медицинской помощи сельскому населению и рабочим промышленным предприятиям, повышение их качества, статистики здравоохранения, а также разработались при разработке методов планирования и финансирования здравоохранения. В 1935 году впервые открылась самостоятельная кафедра статистики под руководством заведующего профессора Кувшинникова. Были изучены вопросы естественного движения городского сельского населения. Была разработана номенклатура классификации заболеваний и причин смерти. В 1936 году Баткис написал новую книгу по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 1941 по 1945 года внимание кафедр организации здравоохранения была направлена на организацию медико-санитарной помощи на фронте в годы Второй мировой войны. Начиная с 1966 года кафедры организации здравоохранения стали называться социальной гигиеной и организацией здравоохранения. Для того, чтобы разобраться в показателях здоровья, давайте посмотрим, какие виды здоровья мы можем подразделить. То есть виды здоровья это индивидуальное здоровье, групповое здоровье, общественное здоровье. Индивидуальное здоровье само по себе оценится по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, уровню трудоспособности, физическому развитию и другим критериям. В уставе ВОЗ констатируется, что здоровьем является состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов. Групповое же здоровье это состояние здоровья группы людей, объединенных некоторыми особенностями возрастного, полового, профессионального, национального и социального характера. Здесь используются некоторые статистические показатели и категории. Здоровье населения или общественное здоровье это здоровье лиц, проживающих на определенной территории, в государстве, области, городе, районе, селе. Здесь также используются статистические показатели и категории. К показателям общественного здоровья можно отнести 4 показателя. Это демографические показатели, связанные с воспроизводством населения и структурой населения. Показатели характеризуются, реализующие заболеваемость и инвалидность населения. Показатели физического развития населения, средняя продолжительность предстоящей жизни. На здоровье влияет несколько факторов. И эти факторы у нас общесоциально-экономические условия, природные, экологические, биологические. Но говоря о социально-экономических факторах, сюда можно отнести образ жизни. Образ жизни это система наиболее существенных, типичных характеристик деятельности людей в единстве количественных и качествах сторон, зависящих от уровня развития производственных сил и производственных отношений. Образ жизни это определенный исторически обусловленный тип жизни и действий человека в материальных и духовных сферах. Условия жизни – это материальные и нематериальные факторы воздействия образ жизни и в конечном итоге его определяющие – это уровень жизни, уклад жизни, стиль, качество жизни. Здоровый образ жизни – жизнедеятельность человека, направленная на укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей путем определения правильного соотношения между умственной и физической нагрузкой, рациональным питанием, занятием, физкультурой и спортом, гармоничных взаимоотношений между людьми, соблюдением личной гигиены и охраны окружающей среды, негативное отношение к вредным привычкам. Доформирование здорового образа жизни оказывает влияние, уровень жизни в государстве, степень заинтересованности государства и уграждан в сохранении и укреплении здоровья, уровень развития медицины, гигиены и здравоохранения, отношение человека к своему здоровью и здоровью других, аккуратность выполнения медицинских предписаний, активность посещения лечебных учреждений. Медицинская активность населения – это отношение человека к своему здоровью, формированию здорового образа жизни. Показатели медицинской активности населения – частота посещения медицинских учреждений, процент профилактических посещений в общем числе посещений, своевременность прохождения диспансеризации, осведомленность населения в медицинских вопросах, отсутствие вредных привычек, уровень занятости в спортивных клубах. Один из факторов риска – это фактор составляющий 49-53%, связанный с неправильным образом жизни, то есть курение, неправильное питание, употребление алкоголя, вредные условия труда, средствовые ситуации, гиподинамия, плохие материально-бытовые условия, употребление наркотиков и злоупотребление лекарствами, непрочность семей, одиночество, низкий уровень образования и культуры, высокий уровень урбанизации. Еще один из факторов риска возникновенности заболеваний составляет генетический фактор, который в процентном соотношении можно давать от 12 до 22%, такие как предрасположенность к наследственным и дегенеративным болезням. Один из факторов риска возникновения заболеваний относится к природно-климатическим и экологическим условиям. То есть 17-20% составляющих это загрязнение воздуха, воды, почвы, химическими веществами, канцерогенами, природное содержание в почве и воде, микроэлементов, резкая смена атмосферных являний. Все эти факторы влияют на наше здоровье и для того, чтобы сохранить здоровье нашего общества, мы должны обязательно непосредственно проводить профилактическую работу по выявлению, по профилактике различных заболеваний и естественно вести здоровый образ жизни и проводить санитарно-просветительную работу также среди населения, обслуживающей территории. Наши врачи непосредственно должны знать основы, именно вот эти все основополагающие факторы риска возникновения вот этих заболеваний. Ну, но в конце лекции есть еще один из факторов риска возникновения, это недостаток в работе органов здравоохранения. Да, органы здравоохранения тоже в какой-то части неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество медицинской помощи, ее несовременность, составляет всего лишь 8-10%. Посмотрите, что по слайдам почти все наши работы, которые мы проводим, оно незначительно в процентном соотношении. Значит, где-то 50% здоровья нашего очень зависит от социально-экономических, экологических и факторов внешней среды, это генетики. И в конце занятия вот я перечень контрольных вопросов хотела бы вам предоставить. Спасибо большое за внимание.